Об ответственности Лукашенко и его преступлениях, а также о невозможности переговоров с Путиным наш коллега Ярослав Стешек поговорил с советником главы МВД Украины Антоном Герасченко. Вопрос по свежим новостям. Президент Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности Украины о том, что не будет переговоров с Москвой. Что это означает для Украины? Есть ли возможность технических переговоров? Это обозначает полную определенность в дальнейшем будущем. Мы победим русскую армию на поле боя, мы окружим, уничтожим все их войска и выкинем их с территории Украины. Со следующим президентом России будут уже вести беседы. Мы ожидаем, что после тотального поражения российской армии в России начнутся бунты, элиты российские даже из окружения Путина предложат ему ультиматум и он уйдет. Я ожидаю, что Путин свой 71-й день рождения через год встретит за решеткой. Это идеальный вариант для нас. А лучше был бы растерзанный беснующейся толпой где-нибудь на Таганке. Это идеальные варианты для нас. Но с другой стороны, другого пути, кроме как победить Путина на поле боя, не остается. Это абсолютно недовороспособный человек, который сейчас загнан в угол крыса. Его действия по аннексии украинских территорий – это не что иное, как попытка сохранить остатки власти. Но он сам себе подписал смертный приговор этим, потому что он не сможет удерживать эти территории. А трусость его армии и их немотивированность будет очень хорошо видна. Пример – это город Лиман, который был сдан русскими на следующий день после аннексии того, что они называют территорией Донецкой Народной Республикой. Наши войска будут продвигаться дальше вперед. Единственный мой посыл, которым я приехал, вся наша делегация на форум – дайте нам больше оружия. Еще больше оружия. В разы больше оружия, и тогда эта война закончится скорее. Ну, какое оружие, например, в первую очередь нужно сейчас? В первую очередь нужно продолжать поставки артиллерии. Желательно в два, а лучше в три раза больше, чем уже было дано. Далее – это поставки высокоточных систем залпового огня типа «Хаймарс». Нам дали их пока чуть более трех десятков. Все это идет как отцеление по чайной ложке. При этом в той же Соединенных Штатах только «Хаймарса» было 430 установок. А установок типа М270, которые в два раза мощнее, чем «Хаймарс», их более 800. И никаких, скажем так, логичных моментов я, например, не вижу. Почему бы нам сразу не дать 50 или 100 таких установок для того, чтобы получить полное превосходство? Давайте вспомним Вторую мировую войну. Как побеждали Гитлера? Путем огромного технического преимущества на поле боя. На каждый танк Гитлера у союзников было 15 танков. На каждый самолет Гитлера было 30 самолетов. Мы сейчас побеждаем русских без современной авиации. У нас остатки советской авиации, которая кое-как отремонтирована из того, что еще уцелела. Мы побеждаем русских без современных систем ПВО. У нас остатки советских систем ракеты, которым 30, 35, 40 лет, и переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», из которого, чтобы попасть в самолет, нужно это сделать за 2 секунды. Это очень маловероятно, и все равно наши ребята добиваются успехов. Ну вот еще политический вопрос. Сегодня Александр Лукашенко, нелегитимный диктатор, который держит власть в Беларуси репрессиями, он сделал заявление, что Беларусь якобы участвует в так называемой специальной военной операции, но при этом никого не обстреливает и солдат не посылает. Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там, мы это не прячем. Но мы никого не убиваем, мы никуда не посылаем своих военных, мы не нарушаем свои обязательства. Наше участие в том, чтобы не допустить распространение этого конфликта на территорию Беларуси. Во-первых, а во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Лукашенко – это военный преступник такой же, как Путин. Он предоставил территорию Беларуси для нанесения авиационных и ракетных ударов по территории Украины. С территории Беларуси входила армия вторжения в Житомирскую, Киевскую, Черниговскую область. Поэтому по всем понятиям это военный преступник, который должен сидеть за решеткой вместе с Путиным, а лучше быть растерзанным, ликующим белорусским народом. Я бы хотел увидеть его на месте Каддафи.